МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно так все начиналось в Самаре лет 8 назад. Мальчишки, увлеченные новым неизвестным направлением, прыгали с гаражей, карабкались по стенам, ловко перепрыгивали через высокие заборы. Это первые съемки первых паркурщиков. Тогда это движение прозвали еще и «Ямакаси», по названию фильма, выпущенного в конце 90-х годов прошлого столетия. Новый стиль, уличные акробатики многим жителям Самары был непонятен. Взрослые иногда ругались или задавали много вопросов. Главное, почему прыжки с гаражей, стен, заборов и зданий? Мальчишки слушали, иногда отвечали, но чаще не обращали внимания. Занимались своим любимым делом и у каждого была своя мечта. У тебя какая мечта? Ну, тоже стать каким-то каскадером, там, вот это, все такое. А нет, я же так не упоро. Что, какая мечта у тебя в жизни? Круто на ушки как-то. Стать дизайнером. Дизайнером? Молодец. Хорошо. У тебя? У футболиста. У футболиста? А ты в футбол-то играешь? Да. Я со второго класса играю. Второго класса? Молодец. Ну, у тебя какая мечта? Наверное, в милиции хотела всегда работать. Мечта? Молодец. Всегда мечта такая была. Прошло 8 лет, каждый пошел по своей трудовой тропе. У кого-то юноческие мечты о выборе профессии сбылись, а кто-то решил изменить своим планом. Так или иначе, но с тех времен осталась неизменным любовь к увлечению паркуром. Только теперь те мальчишки стали взрослыми парнями, а большинство паркурщиков ушли заниматься в залы. Что с тех пор изменилось в вашей жизни в паркуре? У нас мы продолжаем практиковаться, продолжаем заниматься. И, как видите, это все превратилось просто в кучу людей, которые хотят заниматься спортом. То есть ту цель, которую мы ставили «Будьте детьми», когда вы нам помогли, приехали первый раз и сняли нас. После этого вы увидите, что это возрослось большой, огромный спорт. Вот. Надеюсь, дальше ребят не будут забывать, будут развивать еще больше. И будет у нас сильная, огромная держава. Паркуровская. Паркуровская, да. Понятно. С появлением первых уличных команд паркурщиков прошло 10 лет. Со временем для одних это увлечение стало как шоу-программой, на которую интересно посмотреть со стороны, для других способом реализовать свои мечты и здоровые амбиции, показать свое мастерство в спортивных залах. Третьи стараются не изменять принципам юношеского увлечения. Скажите, вот вы ушли с улицы все? Нет, конечно, мы до сих пор занимаемся как надо. Просто это просто не наше. Мы больше пытаемся как-то попрепятствовать, ну, как настоящий паркур. Но это не наше. Мы только можем судить это и не более того. А так мы, как всегда, были, так и остались. Так же прыгаете по зданиям? Все так же. Мы вот так только этим занимаемся. Акробатики только во время препятствий, только так. А что вам сейчас паркур дает? В данный момент? Да. В данный момент это наше хобби. Мы работаем этим как бы, как наше развлечение. Развлечение, да, можно сказать. И как бы выступаем иногда, бывает так, что вызывают. Понятно. А вот есть не секрет, кем вы работаете? Я торговый представитель. Ну, понятно. Да, я с отцом работаю так. Эти парни первой команды уличных Ямакаси или паркурщиков 2003-2005 года. На недавно прошедшем фестивале они вновь собрались вместе, чтобы вкусить дух атмосферы паркура новой волны и вспомнить малые времена. Прошло уже 10 лет? 10 лет, да. Очень-очень просто. Как бы и развитие, и спорт как бы нормально. Ну, хулиганами не стали. Не, не стали. Не, не дай бог, мы стивилизованы. Ну, надо по телеку показывать, потому что все знают, какие мы хулиганы, как мы могли быть хулиганами. Федь, иди сюда, что я вам скажу. Пойдем, вот еще один. Да, вот, значит, тоже венец наш. Ой, помню. Помогло тебе занятие изначально? Очень. Очень много. Спасибо вам большое. Мне страшно, что вы нас снимали. Платили, мы показывали. Ну, понятно. Вы же, как телевидение, тоже нам помогли. Помогли всем этим людям приобрести себя, найти какой-то спорт. То есть они не пошли чем-то там заниматься плохим, а начали именно заниматься спортом. Это очень хорошо. Размик Гюрджан, тоже из той прияды первых паркурщиков, на улицах долго не задержался. Решил продвигать новое молодежное направление на залах. Получилось. И теперь, в том числе и с его подачи, паркур приравнивают как отдельный вид спорта. Периодически устраивает соревнования областного масштаба, а недавно провел фестиваль клубного направления. Приехали ребята из многих городов нашей страны. Решили показать свое мастерство и паркурщики с Украины. Сегодня мероприятие называется «Паркур Стар». Значит, мероприятие проходит впервые в сценах ночного клуба. Решили сделать в таком формате, но не имеем никакого отношения именно к ночной жизни. Мы хотели просто сделать вот именно вот в такой атмосфере. Мне кажется, получилось очень классно, очень здорово. И я думаю, что мы будем продолжать в том же духе и в таком сотрудничестве. Пару лет назад в Самаре появилась возможность проводить соревнования в залах. Их организовывают в каждом продвинутом городе страны, где есть команда паркура. В качестве снарядов и естественных барьеров используют не стены домов и заборы, а строительные монтажные леса. Скажите, сегодня ребята на спортивных снарядах не подменяет ли тот паркур, который изначально исторически сложил? Ну, на самом деле скажу, что вообще соревнования по паркуру, которые проводятся не только в Самаре, но и в других городах, это есть площадка, это хорошая модернизированная площадка, адаптированная именно к перемещению, под паркур, под всякие разные элементы. Изначально считалось, что паркур – это увлечение юношей. Оказалось, что нет. Девушки стремительно завоевывают свою нишу в этом виде уличного спорта. Паркур – это тоже акробатика, но в основном перемещение, я стараюсь и перемещение делать. То есть, все, что я делаю на турниках, мальчики тоже это делают. То есть, это, я думаю, неразделимые вещи. А тебе приходилось заниматься тем паркуром, который изначально он был по зданиям, по перилам? Да. Ну, как сейчас, пока не по зданиям, не по перилам, а так по бордюрам, ну, что пониже, что полегче. Четвертое место. Тебя чем это привлекает? Зачем? Ну, это правда интересно и со своим стремлением. Ваши много облачения ты, пока надо обидеть ее. Она занимает четвертое место. Отлично, кстати, сюжет, мне кажется, вообще речья местная. Ну, как, управляешь своим телом. А подруги как смотрят? Ну, подруги тоже отлично. Почему бы и нет, почему бы не заниматься этим. Приходилось падать? Падать приходилось, но ничего не ломало, повезло и либо умею падать. Спасибо. Четыре часа около сорока участников бились за звание стать лучшими. Для этих ребят известная пословица «Главное не победа, а участие не для них». Сюда парни приезжают выигрывать. А перед жюри стояла непростая задача – выбрать победителя. На нынешнем фестивале в команде судей был Андрей Яковлев. Именитый спортсмен, чемпион мира и Европы, тренер по многоборию и метанию ножей. Скажешь, такое мероприятие, оно заряжает энергией, да? Да оно не то, что заряжает. Я чуть не взрываюсь вообще-то. Отспрашиваешь, где мои 17 лет? Ой, вот если бы в мои 17 лет был этот вид спорта, я бы многих выиграл. По каким критериям сегодня оценил, Андрей? Здесь очень сложные были критерии. Это, во-первых, сложность трюка. Это было его исполнение обязательно трюка. Вот вылетел очень классный парень. Я думаю, он бы сейчас дрался бы за первое место, но он заказал трюк и не сделал его. Как ты думаешь, паркур вообще, что для тебя лично сейчас? Ну, наверное, для меня это, естественно, как вот времяпрепровождение и судейство. Думаю, что для многих ребят это просто образ жизни. То есть вот с удовольствием вижу очень многих людей, которые вообще начинали несколько лет назад. И вот сейчас они приходят и еще делают какие-то трюки. Это вообще здорово, конечно. Паркур шагает по губернии. Все больше девчонок и мальчишек загораются этим спортивным движением. Нужно отметить, что самарские ребята занимают высокое место в российском рейтинге. В скором времени победители этого фестиваля отправятся на международный турнир. А Самара, кстати, упорно идет к заявке на проведение чемпионата страны и далее по итогам, возможно, и международного турнира. Но все же самое главное. Паркур – это положительная ниша увлечений для молодежи, которая порой часто не знает, чем себя занять в свободное время. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова